Доброе утро! Доброе воскресное утро всем, кто меня смотрит! Мы продолжаем читать книжку Шостакова о параметре. И сейчас мы обсуждаем метод областей, или вот, например, нарешу ЕГЭ, он называется координаты АХ. То есть это тот случай, когда мы должны рассмотреть А как функцию от Х и нарисовать соответствующие графики. Вот такая задачка. У меня тут был небольшой затык, поэтому я, значит, вот то, что я сделал, я сделал офлайн. Я расскажу о своих ложных идеях, которые у меня были. Значит, ну, собственно, идея всего была одна. Итак, задача. Найдите все значения параметра А, при каждом из которых множество решений неравенства. Множеством решений вот этого неравенства является объединение ровно трех непересекающихся промежутков числовой прямой. Ну, насчет трех непересекающихся промежутков это, конечно, напрягает. То есть мы не сразу понимаем, как там нужно это все устраивать. Но разберемся по ходу дела. Сначала мы должны привести это к виду неравенства, к виду, в котором, так сказать, удобно рисовать. Ну, хорошо разложить его на множитель, рассмотрев, вот у нас есть А в квадрате, вот есть А, и остальное зависит от Х. Хорошо попробовать разложить его как квадратный трехчлен. Вот именно касательно этого у меня была ложная идея. Я пытался подобрать по теореме Виета. У меня ничего не получилось, не хватает тройки. И дальше в эту сторону, значит, даже нет смысла смотреть. Когда не получается, то просто нужно попробовать в лоб сделать. Но если не получится и здесь, то, значит, что-то еще делать. Что значит сделать в лоб? Ну, решить относительно А квадратное уравнение. Вот я его решаю. Значит, соответственно, вот написал свое квадратное уравнение. Значит, минус 2х минус b. b у меня 2х, значит, минус b. b в квадрате минус 4 свободных члена. Дальше начинаю преобразовывать. И оказывается, что вот 4х3, 12. Значит, здесь все хорошо получается. Дальше выношу из-под знака квадратного корня. Выношу я 4х в квадрате. Оно выносится как 2х, естественно, из-под корня. А под корнем остается х квадрат минус 4х плюс 4. То есть квадрат полный, опять же. И вот окончательная вещь. Дальше аккуратно все это записываю. А дальше? Дальше я вот здесь уже налажал. Вот давайте заодно и исправим. Я же почленно делю на 2 и забыл я двойку убрать. Значит, давайте мы это уберем. Значит, теперь у меня нигде двойки нет. Потому что я почленно на 2 разделил. Вот здесь я делю почленно на 2. Ну, хорошо, что я это заметил. Я второй день в какой-то жуткой совершенно форме нахожусь. Но именно это и полезно мне вам демонстрировать. То есть вот когда глюки приходят, это самое, собственно, интересное. Как с ними бороться. Значит, ну с этим глюком отсутствие я разделил и забыл убрать двойку. Это уж я не знаю. Это совсем глючный глюк. Значит, ну хорошо. Он заодно проверил. Нет худа без добра. Старость, господа, не радость. У вас в молодом возрасте такого быть не должно. Ну вот такая у нас вещь получилась. Вообще все очень хорошо. Стало быть, что в результате наше неравенство разложилось на такую вещь. Значит, а минус первый корень. А это минус х квадрат плюс х. На а минус второй корень. А это а минус х квадрат минус 3х. И это меньше или равно 0. Ну, собственно, вот практически наша задача решена. Потому что дальше мы должны нарисовать, что это у нас получается такое. Мы должны нарисовать то, что у нас получается. Давайте мы нарисуем, что это у нас получается. Так, минус х квадрат плюс х. Это парабола с... Значит, так, давайте мы сюда перейдем. Значит, минус х квадрат плюс х. Здесь у нас будет а. Здесь у нас х координата. Значит, а равняется минус х квадрат плюс х. Вынося два скобки х. Значит, ну, лучше даже минус х. На х без единицы. Так, проверяем. Минус х квадрат плюс х. Все правильно. Получается, что это парабола с ветвями вниз. И корни у нее в нуле и в единице. То есть, при х равном единице и при х равном нуле у него корни. Значит, в половинке это будет максимальное значение. Значит, 1, 2. Вы при х равном 1, 2. Значит, минус 1, 2. На еще минус 1, 2. 1, 4, в общем. В 1, 2 это будет 1, 4. Вот такая парабола. Вот такая. Ну, и где-то там, так сказать, дальше. Ну, вот в 1, 2 у нее... То есть, вот здесь вот в единице это будет уже единица. Так, сейчас я с масштабом, конечно, ошибусь. Тут еще 1, 4. Значит, давайте я не буду рисовать это аккуратно. Вот так. Достаточно. Значит, это точка единица. Вторая парабола. х квадрат минус 3х. Значит, вот а равняется х квадрат минус 3х. Это то же самое, что ах на х минус 3. Значит, она будет уже литвями вверх. Значит, и раз. Значит, единица. Вот здесь двойка. Вот здесь тройка. Ну, все-таки надо ее прикинуть. Значит, нам, в принципе, нужно точку пересечения будет находить. Значит, в полтора вершина. В 3 вторых вершина. Значит, 3 вторых на... Минус 3 вторых. Это, соответственно, минус 9 четвертых. Минус 9 четвертых. Это 2 и 1 четвертая. Значит, в полутора. Так, раз. Два. Где-то вот 2 и 1 четвертая. Вот здесь. Минус 9 четвертых. И, ну, давайте другим цветом ее для разнообразия нарисуем. Вот. Парабола. Вот так. Она, конечно, на параболу отдалена, но похоже. Ну, пусть будет. В итоге, что мы имеем? Значит, у нас должна область... У нас произведение двух этих сомножецелей должно быть меньше или равно 0. То есть, границы мы тоже включаем. Но главное понять, где мне заштриховать. Значит, есть ли у меня первая слагаемость, если у меня меньше 0, то второе должно быть больше 0. А меньше 0, это А минус вот эта штука меньше 0. То есть, А меньше этой штуки. То есть, это ниже. А второе как раз выше. Значит, вот такая область. Вот между этими параболами. Ну, в нуле они пересекаются. И вот еще нужно найти точку пересечения, вторую, где она пересекается. Может быть, другое. Если, допустим, у меня выше первой параболы, то тогда у меня должна быть ниже второй. То есть, значит, выше первой, это у меня вот вне ее. А ниже второй, это, значит, получается, что... То есть, еще раз, если у меня все-таки первый сомножитель больше нуля, то второй должен быть меньше. Значит, это должно быть выше черной параболы и ниже зеленой. Ну, действительно, у меня есть такие области. Вот еще такая область. Вот здесь. Потом это не так. И вот здесь. И вот здесь. То есть, мне критически найти вот эту точку. Давайте ее найдем. Мне нужно просто приравнять для этого. Значит, давайте мы эту точку найдем. Мне нужно написать, что минус х квадрат плюс х равняется х квадрат минус 3х. А, значит, стало быть, это что такое? 2х квадрат минус 4х равняется нулю. Значит, 2х выносим за скобку. И это х минус 2 равняется нулю. Значит, соответственно, ну, конечно, не очень у меня похоже на графики, но 0 получился. Да, у нас, значит, вот первая точка пересечения. Мы ее и так видим. Сейчас я проверяю. Значит, 2х квадрат минус 4х. Да, действительно. Х равное 2. Значит, вот это должна быть точка 2. Значит, какой там у них в точке 2? Например, минус х квадрат плюс х при х равном 2. Чему это равно? Это равно минус 4 плюс 2. Это минус 2 равно. Значит, соответственно... Ну, вот совсем они у меня близко, нехорошо. Ну, значит, вот должно быть вот так. Значит, минус 2. И, значит, 4 минус 6. Да, тоже минус 2 получается, конечно. То есть, все-таки, если поаккуратнее... Давайте мне как-то не нравится то, что у меня... Значит, теперь я все-таки нарисую это дело аккуратнее. Так, ну, в результате я измельчил. Значит, давайте все-таки аккуратнее нарисуем. Знаю то, что у нас теперь получилось. Так, ну, я, значит, вот скорее вниз ее взгляну. Вот так. Значит, у меня какие точки там характерные? Значит, 0, 1 и 3. 1 и 3. Ну, давайте я даже каким-нибудь таким совсем сереньким цветом намечу себе. Вот так. Вот это мне будет 2, это точка пересечения. И, собственно, точку 3 можно и не рисовать, на самом деле. Зачем? Значит, первая моя парабола. Значит, какая она у меня? Она в одной четвертой. Значит, вот от нуля до единицы. И здесь одна четвертая. То есть, 1 и нет полклеточки. Значит, первая парабола. Пусть она по-прежнему будет черная. Вот так вот. Вот так. Дальше зеленая. Давайте я зеленую параболу нарисую. Значит, у меня так. 2,2, а у меня в полутора. Но я уж не буду больше вертикальную рисовать. Значит, в полутора у меня вершина, которая минус 9 четвертых. То есть, минус 2 и 1 четвертая. В полутора. Раз, два. И минус 2 и 1 четвертая. Вот здесь вершина этой параболы. И вот так у меня идет зеленая парабола. Вот так. Теперь черная парабола. Значит, они пересекаются. Ну, вот видно, что я плохо ее нарисовал. Она идет у меня. Значит, все-таки зеленая парабола. Должна попасть в точку... А, не-не-не, все правильно. Минус 2. Вот сюда. Вот так она идет. Я даже... Значит... Вот, значит, тогда получается... Вот так вот. Вот такая. Да, теперь черная парабола. Значит, они должны пересечься в точке 2 и минус 2. Вот в этой точке они пересекаются. Значит, вот окончательно. Вот так. Ну, а дальше мне точность не особо нужна. И вот я понимаю, что у меня... Давайте я синим для разнообразия закрашу. У меня либо вот эта область, либо вот эти. Либо вот эти области. В каждой из них у меня есть решение. Так, значит, это у меня было x, вот это у меня а. Значит, это точка 2, вот это вот минус 2, а вот это вот минус 9 четвертых. Вот это вот вторая точка. Вот теперь у меня все готово. То есть я могу двигать прямую. Давайте мы нарисуем прямую каким-то там оранжевым цветом. Значит, вот... А равняется А0 и начинаем ее двигать вверх. Вот сейчас решение моего неравенства в таком виде 2 промежутка. Значит, объединение ровно 3-х непересекающихся промежутков. Получается, что я должен... Не пересекающихся промежутков, а одна точка входит. Одна точка является промежутком или нет. То есть, понятно, что вот это у нас наступит в момент, когда, значит, вот здесь касательная будет, значит... Вот первое положение прямой, когда она коснулась в точке минус 9 четвертых второй параболы. У нас 2 промежутка. И вот здесь появилась третья точка. Значит, ну, в принципе, чтобы был промежуток, все-таки, наверное, это не одна точка. Значит, соответственно, мы эту точку исключим. А второе такое положение будет вот здесь. То есть, ну, критичное положение, значит, так... Это когда... Вот у меня вот эти два промежутка вот здесь сольются. Этот-то останется, а вот эти два превратятся в один. То есть, значит, вот первое значение моего параметра... Значит, а принадлежит... Не включаем мы минус 9 четвертых. И, соответственно, минус 2 мы тоже не включаем, потому что, значит, в этой точке у нас уже слияние двух промежутков происходит. Так, а после точки минус 2 что у нас происходит? У нас они снова расцепляются. После точки минус 2 они снова расцепляются. От минус 2, то есть вот когда я выше провожу, значит, вот здесь, допустим, у меня снова будет три промежутка. Вот этот слева, потом вот этот вот, и потом вот этот. Они снова расцепляются. И три промежутка будет ровно до 1 четвертой. Я вот эту точку не обозначил, но, значит, вот это будет 1 четвертая. И до 1 четвертой, которую тоже надо выкинуть, потому что в 1 четвертой, ну, уже будет у нас одна точка. До 1 четвертой. Ну вот ответ. Это уже есть ответ. То есть все, что нам нужно было сделать. Нам нужно было просто аккуратно нарисовать этот график. Значит, в принципе, задачи, ну, если все получается технически, вот иногда какие-то проблемы, график нарисовать. То есть приготовить его в том виде, написать, записать то, что нам дано в том виде, как можно этот график нарисовать хорошо. Ну, а дальше простой анализ. И, собственно, вот и ответ. Остается посмотреть, значит, в ответ, насколько, давайте мы попробуем посмотреть в ответ, насколько там включаются или не включаются точки. То есть философский вопрос, одна точка – это промежуток или нет? Я голосую за нет, но посмотрим, как... Сергей Александрович... Так. Алексеевич, простите. Значит, так, Сергей Алексеевич. Так, другие методы. Четыре. Так, что там за задание? Это вообще? Четыре один. Так, четыре один и тридцатый номер, да, вроде бы как бы. Да, точно, четыре один тридцатый номер. Так, четыре один тридцатый номер. Так, минус девять вторых, минус два, минус два – ноль. Так, а почему ноль выключается? Я налажал, господа, я налажал. Ноль, конечно, выключается, потому что, значит, я не заметил слияния вот здесь. Ну, конечно, ноль еще надо выкинуть. Потому что, вот видите, расслабился в конце, не заметил еще одного слияния. Ну, вот потерял какие-то баллы. Значит, все правильно, но вот здесь, вот здесь у нас слияние в нуле снова происходит. Значит, тогда, тогда вот это неправильно, а правильно это так. А принадлежит минус девять четвертых, минус два, минус два, ноль надо выкинуть, и от нуля до одной четвертой. Я намеренно вот это все не выключаю из видео, потому что, значит, я действительно второй день в плохой форме, не знаю, болею тут вторую неделю, какие-то вирусы ходят, но вот здесь, значит, на самом деле я, конечно, сочканул, в том смысле, что на экзамене у меня нет возможности посмотреть в ответ. Просто нужна финальная проверка. Вот глядя на все это, ошибаются абсолютно все. Значит, вопрос в том, как мы не можем поддерживать концентрацию постоянно, ну, сейчас я не могу сказать, что я в таком, в дикой концентрации нахожусь. Мне скорее нужно внятно объяснять. Ну вот, я не заметил, да, вот это вот слияние еще одно. То есть, нужно было аккуратно до конца все довести. И в конце проверить. То есть, вот, увидеть это, конечно, совершенно невозможно. То есть, перед записью финального ответа, ну, посмотрите еще раз, потому что, вот, обидно. Это же бывает сплошь и рядом, что мы все сделаем, уже расслабились, все правильно у нас получилось, мы понимаем, что мы все решили. Вот. Ну, вот такая вот поучительная вещь. То есть, вот вначале у меня была ложная идея по поводу того, как это расписывается. Ну, потому что там тоже есть такие штуки, где потеряем и это получается. В общем, дома, как всегда, сделайте, пожалуйста, 30b. Она, конечно, аналогичная. Ну, и не ошибайтесь вот в этом графике. То есть, не ошибайтесь в анализе. Спасибо за внимание. И до новых встреч.